Игромир Спасибо огромное сотрудникам PlayStation, что пустили меня поиграть без очереди, потому что иначе я бы просто не пережил впустую потраченного времени. Это скорее какая-то техно-демка, а не игра. В ней можно телепортировать Лару в разные места особняка и смотреть вокруг. А еще иногда дают рассмотреть некоторый предмет поближе. Собственно, это все. Надеюсь, что такие штуки создаются только для демонстрации возможностей VR и ни в коем случае не будут продаваться за деньги. Так что если собираетесь покупать очки виртуальной реальности от Sony, будьте осторожны, не давайте громким тайтлам обмануть вас. А вот Tekken 7 понравился. Хотя в целом, на первый взгляд, это все тот же Tekken, только с современным графоном. Но я уже успел соскучиться по серии и поэтому с удовольствием посмотрел как старых, так и новых бойцов. Больше всего, конечно, расстроило отсутствие моих любимых капоэристов. И поэтому, как ни странно, играть больше всего понравилось Заакуму, приглашенного бойца из серии Street Fighter. И он кажется довольно сильным персонажем, потому что Tekken, контактный файтинг и всякие проджектайлы для него не свойственны. А здесь можно спокойно держать дистанцию и отбиваться ходокинами. А еще у него есть линейка EX, тоже из Street Fighter и со всеми вытекающими возможностями. Релиз ожидается в начале следующего года. Демонстрация Horizon проходила в два этапа. На первом показывали геймплейный трейлер, который уже демонстрировался ранее на Tokyo Games Show. Нам приоткрыли сюжетную завесу о том, что героине предстоит разобраться в том, почему их мир стал таким, что происходит с машинами и так далее. Одним словом, стандартный сюжет для крупной игры, которую потом будет легко превратить в целую серию. Интереснее было посмотреть на ту часть трейлера, которая происходила в поселении с NPC, так как с этого момента игра стала все более походить на RPG. То есть Horizon не станет новым Uncharted или God of War. Она пойдет по собственному пути с системой квестов, экипировки и даже крафтом вещей. В Horizon будет и система диалогов с выбором различных реплик, хотя, насколько я понял, порядок выбора ни на что влиять не будет. Зато переведено и озвучено, все это будет великолепно. А вторым этапом презентации была короткая игровая сессия. Далее уже немножко побегать. В Horizon это здорово. Я убил трех механических динозавров и дальше 10 минут гонял механических же быков, потому что я затупил. Я думал, чтобы залезть на быка, нужно его оглушить сначала из лука. Бегал за ними, они все убегали от меня, убегали. Я стреляю, они убегают. И только в конце уже, когда меня практически оттаскивали от контроллера, я понял, что надо незаметно подкрасться и все, и запрыгнуть, и все. Можно верхом стрелять, скакать на быке. О, я могу ножками его попробовать и такой скачать. Серии Tales of уже более 20 лет, и по этому случаю Бандай Намка показывала журналистам новинку Tales of Berseria, которая с августа доступна в Японии, а в Европе и США появится только в начале следующего года. Серия прошла очень долгий путь, и на данный момент напоминает интерактивное аниме с красивыми рисованными вставками. В боях появилось много экшена и система комбо. Иными словами, любителям необычных японских РПГ определенно должно понравиться. Dishonored 2. Игра, на которую я обратил внимание буквально в последний момент, и уже успел пожалеть, что пропустил первую часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Целых два часа я провел в механическом замке, где у меня было две цели. Спасти доктора Соколова и нейтрализовать изобретателя Джиндоша. Да, здесь два играбельных персонажа, Эмили и Корва. У них разные способности, это влияет на геймплей, но больше всего меня впечатлил геймдизайн и связанная с ним вариативность прохождения. Замок постоянно меняется, двигается и пересобирается. Это позволяет вам перемещаться по нему по абсолютно произвольной траектории, выполнять задачи в любом порядке, в котором вы хотите. Вы можете идти в лоб, кровожадно расправляясь даже с мирными людьми, или пролезть тихо, так чтобы никто вообще не узнал, что вы были здесь. При этом есть возможность передвигаться, не убивая вообще никого, и искать наиболее гуманные решения по устранению даже ключевых противников. Вся эта нелинейность позволяет проходить игру несколькими разными способами, и это хочется делать. Первое прохождение замка у меня отняло около часа времени, а второе всего 15 минут. Не потому что я уже знал, где находится NPC, а потому что я сразу пошел другим путем, через механизмы и обходные пути. Я не нашел Dishonored 2 на игромире в общем доступе, но очень рад, что удалось к ней прикоснуться. Теперь жду выхода, который состоится уже 11 ноября. Не все, что мне хотелось, конечно, удалось посмотреть. Например, на Resident Evil 7 VR я так и не попал. Так что пишите свои впечатления о новинках игромира в комментариях, а я перехожу к другим игровым новостям прошедшей недели. Французское отделение Microsoft решили с шиком отметить выход Forza Horizon 3. Они разыграют в своей стране лимитированную версию Xbox One S в форме передней части автомобиля Mustang. В копилке консоли уже есть модификации в форме Audi R8 и Lamborghini Centenario. Студия DICE показала сюжетный ролик Battlefield 1. Одиночная компания будет рассказывать про несколько персонажей, у каждого из которых своя история этой войны. Очень странно, в трейлере смотрится девушка с татуировками на лице, да и вообще военные действия слабо похожи на то, что мы знаем о Первой мировой войне. Но выглядит очень красиво. Гейм-дизайнер Beyond Good and Evil Мишель Ансель на прошлой неделе завел Инстаграм и выкладывал туда картинки, которые многим напоминают об игре. И эти многие решили, что Мишель таким образом тизерит вторую часть. Хотелось бы верить, ведь глава Ubisoft уже говорил, что сиквел находится в разработке. Игромир в этом году был снова совмещен с Комик-Коном. И мой блог о нем и о том, как я вообще провел время на обеих выставках, вы сможете посмотреть на моем канале Pixel Devil. Так что можете пока на него подписываться, ссылка есть в описании, скоро это все выйдет. И в целом Комик-Кон в этом году был неплохим, но он все еще не дорос до каких-то мировых анонсов. Там больше про переводы комиксов, про старт и продаж вот таких вот, например, шикарнейших изданий, про наше кино и так далее. Но в новостях развлечений я стараюсь рассказывать все-таки о мировых каких-то анонсах. И поэтому остальных рубрик Комик-Кон Раши не коснется. Продолжаем в привычном формате. Лего на этой неделе новостей не завезли, а в рубрике про коллекционные фигурки будет три шедевра от гигантов индустрии. Сайд-шоу показали статуэтку Донателло своей линейки черепах. Донни явно в хорошем настроении и у него наиболее темная из всех панцирных кожа. Образ очень клево дополняют цифровые часы на руке, а слизь на постаменте хоть и выглядит противно, зато очень реалистично. В классической красной маске Донни скалит зубы. В линейке Prime 1 Studio, посвященной игре Batman Arkham Knight, появился красный колпак, он же Джейсон Тодд. Статуэтка, как обычно, изобилует деталями, которые, в свою очередь, прекрасно проработаны и покрашены. Очень круто смотрится шлем на голове персонажа, который покрашен в красный металлик. Hot Toys показали во всей красе фигурку «Сорви головы» из одноименного сериала Netflix. Мэтт Мёрдок получился шикарный. Костюм до каждой мелочи повторяет показанный в сериале. Для фигурки даже сделали постамент с кусочком адской кухни. В комплекте три варианта оружия и дополнительная голова с кровоподтёками. Прекрасное попадание в образ. Совсем немного новостей из мира комиксов. Внимание, будет чуть-чуть спойлеров. Если вы ещё не знали, Говард и Мария Старк – не родные родители Тони. Но прошлая неделя принесла читателям ещё более глупый сюжетный ход. Биологическая мать Тони, Аманда, работала на Щит, а его отец оказался двойным агентом Гидры. Наверное, скоро выяснится, что Щита не существует и все из Гидры. IDW выложили в сеть список комиксов на декабрь. В нём фигурирует и второй номер кроссовера «Анимированных черепах» и «Бэтмена». На одной из обложек комикса будет изображена Харли Квинн, что неудивительно. Сейчас, наверное, ни одна свободная история вселенной DC не может обойтись без столь популярного персонажа. DC объявили, что запланированный на март 2017 года последний номер третьего тома «Тёмного рыцаря» от Фрэнка Миллера последним не будет. Комикс продлили на ещё один выпуск. Третий том с заголовком «Мастер Рейс» Миллер и Азарелла делают с конца 2015 года. На этом у меня всё. Спасибо огромное всем, кто подходил к нам на Игромире и Комик-коне. Пишите ваши впечатления в комментариях, я обязательно почитаю. А на этом у меня всё. Пока!